История первая. Первый полёт. Лет восемь мне было. Полночи, пока не разрядился фонарик, я читал под одеялом то ли таинственный остров, то ли мумитроли комета, и в итоге полетел. Во сне как-то хитро вдохнул, особым образом оттолкнулся и легко и просто поднялся в воздух. В животе щекотало отчасти, под ногами проплыл двор, огромные тополя с гнездом-штабом, вкусные груши, стройный ряд каштанов. Я лихо развернулся над верхушкой ели и закричал «Мишка! Сашка! Бениус! Скорее! Я понял, как летать! Сейчас научу!» Надо ли говорить, что пробуждение было чуть горьковатым. Но, с другой стороны, я уже знал, как оно летать. Мне было это точно нужно, обязательно. И пока я маленький, можно строить и запускать самолётики. Надо отдать должное, опыт рукодельства у меня был. Редкая игрушка доживала до естественной поломки. Как правило, она разбиралась до винтика, отвечая на загадку, что же там внутри. Мечта любого ребёнка «ГДРовская железная дорога» ответила на вопрос, что внутри электровоза моторчик, а внутри моторчика магниты, якори с железных пластин и обмотки из медного провода. Я строил кораблики с винтами из пуговиц и монеток, а из торпедного катера, кропотливо собранного папой, сделал весёлую яхту, уплывшую таки в Балтийское море. Но самолёты... Авиамодельная лаборатория оказалась не в пример интереснее нудной копийной судомодельки. Конечно, радиоуправляемый самолёт, столь лихо гонявший на показухе, мне не дали, но мы сразу стали строить то, что летает. Теперь я с ужасом вспоминаю, как запустил на 400 метров огромного воздушного змея. Папа выточил катушку из алюминия. Я разбил копилку и купил 500 метров самой лучшей лески, а потом стоял на поляне у вильнюсских трёх крестов и выл от восторга, потому что змей нырял в облака, а под ним, под ним пролетали настоящие самолёты. Авиамоделизм вдохновлял. Мне не терпелось отправиться в небо вслед за моделями. Однако взросление приносило и понимание. Глаза и сердце не вытягивали на первую категорию, с которой брали летать. До СААФ были нужны будущие военные лётчики, а не романтики неба. Меня не взяли даже в парашютисты. Я хорошо помню аэродром Кивишкис. Именно там я мечтал, если не летать, то хоть прыгать. Именно там я выиграл какие-то авиамодельные соревнования, и меня посадили в бланик. Дул сильный ветер, мне показали, как работать ручкой и удерживать крыло параллельным хмурящемуся тучами горизонту. Я управлял планером и сиял счастьем и слезами на негодных для авиации глазах. Литовский планерист улыбался в усы. «Летать мечтаешь?» «Да, но я... меня...» «Если по-настоящему мечтаешь, будешь летать?» «И никакие бюрократы тебе не помеха. Поступай в авиационный, попробуй дельтапланы». Наверное, это был хороший совет и удачная развилка, потому что через 4 года я стоял на Харьковских буграх и готовился к первому полету. Это был февраль 1994 года. Я учился на третьем курсе ХАИ и только что вернулся в общежитие после каникул. Настроение было хуже некуда. Два года переписки с, как мне казалось, любовью всей моей жизни закончились в один миг. А тут еще учеба навалилась и погода. И в комнату ворвался Игорь Компонец. «Волков, отложи 50 баксов». «А зачем?» «На проплан не хватает». «А что это за хрень?» «Парашют, но только летает». Денег я как раз привез, родители дали на полгода, так что я выручил Игоре. Через полчаса он примчался с рюкзаком, в котором шуршала груда ткани. «Поехали на холмы, полетаем!» «А вдвоем справимся?» Я где-то видел кадры, как с десяток человек пытался запустить одного с парашютом. «Да я один справлюсь!» «Бежим, пока не стемнело!» Нам повезло. Ветер дул на ближние склоны, и через пять минут Игорь был в воздухе. Это было выше моего понимания. Груда ткани и строп наполнилась в изящное крыло и как пушинку подняла Игоря в небо. Я кричал от радости, дрожал от восторга и не верил лишь одному, что тоже полечу. Постараюсь пояснить. Все радиоуправляемые модели планеров, которые я построил, разбились. Первый за радиоуправление, ловившего любые помехи. Потом мама подарила мне надежный ГДРовский сигнал. Новый планер отлично летал с рук на холмах. У меня наконец-то получалось управлять, но друзьям было лень ходить так далеко. Они уговорили меня на леер, и под крик «Рули!» я с 50 метров отвесно воткнул прекрасный планер в планету. С хрустом разлетелась аппаратура. Это был конец авиамодельной карьеры. С горя я ушел по Маковку в науку. Получил ленинскую именную стипендии, стал заправским отличником-ботаном. Прятавшим мечту летать под душными покрывалами необходимости и рациональности. Был же в ХАИ Дельта-Клуб. Я видел этих ребят с забавными птеродактилями и мог подойти к ним. Но институт, экзамены, сессия, я не знаю почему. Может быть, разбитые планеры так ударили мечту. Я стоял на склоне и сжимал все то, что дал мне в руки Игорь. У него было счастливое, расцарапанное лицо, улыбающееся сквозь остатки очков. Сильный ветер изрядно потрепал моего инструктора, вдоволь потаскав по качковатому полю. Раздуло так, что я видел в глазах сомнения. Но и Игорь увидел что-то в моих. Мы спустились к самому подножью склона, где ветер был слабее. Я сжимал в руках стропы и судорожно пытался запомнить, что, куда и вместо чего тянуть. Жахнуло. Мое легкое движение вперед взрывом наполнило крыло. Мягкая плотная сила подбросила меня вверх. И я увидел картинку из сна. Под ногами было метров тридцать пустоты. Где-то внизу бегал испуганный Игорь, никак не ожидавший, что порыв ветра забросит меня так высоко. Где-то внизу остался старый, нелетающий мир. А я обрел крылья. Ветер стих, и я мягко опустился в то же самое место, откуда взлетел. Игорь быстро собрал параплан, сказав, что для первого раза более чем достаточно. Я же не мог говорить, я улыбался. Мир стал другим. Я не мог понять, как, как, как же и зачем я жил раньше. Это же то самое, о чем я мечтал. От хандры не осталось и следа. Какие там девушки, какая там сессия. Я даже не доехал до общежития. Телеграф отбил уверенные строчки. Литва, Вильнюс, Дубингу 5, квартира 6. Срочно требуется 350 долларов для осуществления мечты моей жизни. Мама была в шоке, посчитав, что единственный сын решил скоропостижно жениться. К счастью, оказалось, что это всего лишь параплан. Парапланы изменили мою жизнь. Они научили меня любить и уважать небо, открыв сотни путей в неведомое. Они заставили изобретать, вдохновили писать, позвали мечтать. И мечты сбываются. Но самое главное, друзья, мне открылся поистине волшебный мир настоящих летающих людей. Честных, добрых, веселых, отзывчивых, справедливых. Может, я немного и преувеличиваю, но мне сложно вспоминать обман и обиду. Перед глазами лица верных друзей, способных шагнуть в справедливое и неподкупное небо, принимающее лишь настоящих. Я ярко помню то чудесное чувство гармонии и чистого, оптимистичного счастья юности. Мне 20 лет. Я лежу под роняющим метеоры августовским небом. Обратный билет до Харькова через далекие две недели. Деньги, хлеб и тушенка сданы ребятам из Московского энергетического. Они отыскали меня на феодосийской автостанции и приютили на горе Узун-Сырт. Колыбели отечественного парящего полета. Вкусно пахнет степью. Я лежу, смотрю на звезды и загадываю желание. Впереди целая жизнь. Какая она будет, не знаю. Но уверен, что счастливая. Ибо я постигаю волшебство. Учусь летать. Крым. Узун-Сырт. 24 августа 1994 года. Я ярко чувствую гармонию настоящего. Длиннокрылое изящество планера гладит подошву облака. Включаю дублирующую авионику для инструментальных полетов. И ввинчиваюсь еще на 800 метров в развивающемся кучевом облаке. Выхожу на север. Вспышка света. Вокруг сияют белоснежные стены небесных лабиринтов. Мы купаемся в отраженном солнце и танцуем с горизонтом. 800 килограммов технологического совершенства подчиняются моим мыслям и исполняют желания. Сквозь корректирующий астигматизм очки очень удобно любоваться оранжевыми дюнами пустыни Калахарь. Я счастлив, ибо распространяю волшебство. Учу людей летать. Южная Африка. Куруман. 8 декабря 2019 года. Южная Африка.